Девочка С вами Новости спорта. Я Марина Азябина. Здравствуйте. Сначала Вести из Мюнхена, где завершился международный турнир по стрельбе из пневматического оружия. В заключительный день в смешанных командных соревнованиях сборная России, в составе которой выступали Владимир Масленников и Уроженко Удмуртий Дарья Вдовина, заняла второе место. Всего за награды в этом виде программы боролись 43 команды из 25 стран мира. Победителями стали спортсмены из Индии. А в Словакии на мировом первенстве по биатлону были разыграны награды в эстафетной гонке. За юношескую национальную сборную бежал и наш земляк Евгений Эмерхонов. Неточная стрельба на огневых рубежах подвела россиян, они заняли в итоге восьмое место. С золота выиграли биатлонисты из Германии. Впереди спринт и гонка-преследование. Гонбалистки Ижевского университета тем временем провели очередной матч на выезде в Тольятти в рамках национальной суперлиги. Они встречались с лидером чемпионата местной «Ладой». Наша команда уступила хозяйкам площадки со счетом 18-35. Сегодня «Лада» и университет сыграют вновь, но уже в рамках 1-4 финала Кубка России. Не пустуют и местные арены в Ижевске. На комплексе имени Галины Кулакова сегодня стартовало первенство при Волжье по лыжным гонкам. За медали бьются спортсмены в возрасте от 17 до 18 лет. За их борьбой на трассе наблюдал Илья Вихарев и ему слово. Организаторам пришлось сдвинуть на час время старта с 11 до 12. Температура на трассе была ниже допустимой и ровно в полдень 57 девушек начали гонку на 10 километров свободным стилем. Из них 14 представляют нашу республику. После первых 5 километров долгое время лидировала Илюза Гусманова из Татарстана. Однако на втором круге крутые кулаковские подъемы дали себя знать. В итоге Илюза стала 23-й, а на подиум въехали сестры Алексеевы из Можги. Диана стала второй, Анита – третий. Я даже не думала. Думала, попаду, если в шестерку, будет хорошо. Но то, что первая приехала, пока что как бы хорошо. Самый сложный участок этой трассы знаменитой Кулаковской. Где, как вам кажется? Мне кажется, это трехэтажка. Тут дальний подъем. Пермячка Диана Антонова опередила преследовательниц более чем на минуту и выиграла золото. Поздравить участников соревнований приехал и чемпион мира Максим Валикжанин. По словам именитого лыжника, здорово, что молодежь может проверить себя на одной из лучших трасс России. Я думаю, как раз это один из этапов подготовки спортсменов. Проверить, насколько ты готов к этим соревнованиям, что тебе лучше улучшить. Соревнования впервые проводятся на призы главы Удмуртии. Победители получат специальный приз от Александра Бричалова. На первенстве федеральных кругов, на этих соревнованиях впервые спортсмены поборются за призы главы Удмуртской республики Александра Бричалова, который очень хорошо относится к спорту, хочет его развивать, поддерживать нас всячески. И вот на этих соревнованиях он поддержал нас. И лучшие спортсмены получат спортивную экипировку ВМАКС, который непосредственно принимал участие в этой разработке. Среди юношей победу в коньковой гонке на 15 километров сегодня праздновал Павел Соловьев из Пермского края. Лыжник из Удмуртии Яков Русских выиграл бронзу. Завтра в программе классический спринт. А в это время в спортзале 87-й Ижевской школы прошел городской турнир по всестилевому карате. Старт этот был отборочным на первенство России. Кто выиграл медали и завоевал право выступать в подмосковном селе Покровское, сейчас расскажем. Вот так уверенно провел свой поединок с воображаемым противником 9-летний Андрей Владыкин. Практически все технические элементы раздела ката и ката с оружием, а это удары, прыжки, атаки и различные их комбинации, он исполнил на отлично. Андрей в поединках и в командных соревнованиях стал первым, завоевав в итоге 4 золота. Просто был рад, потому что это у меня такой первый раз. Дома у меня есть груша, я бывает с ней дрался. А на тренировку мы повторяли. Чем понравился? Настрой. Настрой, характер, стремление. То есть это он показал сегодня на 100% и я очень доволен выступлением. Но это подрастающее поколение будущих чемпионов наших. После своего выступления Андрей внимательно наблюдал за выступлением старших товарищей. И не он один. Десятки юных мальчишек сидели весь турнир у края татами. Один из самых ключевых развитий и базовых основ карате, потому что младшие берут пример со старших и градация по поясам, она также это включает. Младшие учатся у старших. Это дисциплина, это стремление, это традиции. Федерацию всестилевого карате зарегистрировали в Эдмуртии в 2015 году. Эта дисциплина объединяет несколько видов единоборств. И тем этот вид сложен. Спортсмен должен быть универсальным бойцом, знакомым со многими техниками. В силе он крутой, в нем есть большое многообразие видов. Он включает сразу несколько видов. Там броски, ударная техника, ката. Этот старт для каратистов стал этап подготовки к перинству России. Уезжают они в Подмосковье в начале марта. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин